Владимир Медведь – заслуженный деятель искусства Украины. Восемь лет работает главным художником Ульяновского драматического театра. Его работы отличаются неординарностью, а духотворенностью, производят впечатление даже на искушенного зрителя. Он приехал в Ульяновск в 2014 году из охваченного войной Донецка. Владимир Иванович, Вы приехали в Ульяновск в 2014 году, когда Украина объявила себя незалежной, независимой, и начались непонятные ситуации с Донбассом, Луганском. Вы жили в Донецке на тот момент. Расскажите, что тогда произошло и Ваши действия на тот момент? Я чуть-чуть поправлю. Украина раньше объявила себя независимой. Была смена власти в Киеве. И смена власти привела к тому, что Украина разделилась на два лагеря. Но Донецк оказался в оппозиции к официальному Киеву. И начались военные действия, что привело к таким печальным последствиям. Люди вынуждены были кто за оружие браться, кто уезжать, кто паниковать. Была вообще экономическая сложная ситуация, потому что очень долго все было парализовано. Банки зарплаты не платили. И там месяца восемь такая ситуация была. Поэтому люди искали, как выживать, способы. Я жил в Донецке, работал в театре. И когда все стало, нас позвали группу из Луганска и из Донецка. Пригласили в Димитровградский драмтеатр. Театр, который, как ни странно прозвучит, был организован на базе, по-моему, в 43-м году Хмельницкого театра. То есть, это эвакуация театра Хмельницкого сюда. И вот на базе этого театра этот театр возник. И мы человек 11, по-моему, 12 приехали и стали сразу работать. То есть, нам предоставили условия для работы, что, в общем-то, очень морально помогло. Потому что, когда ты знаешь, что ты уже... То есть, фактически, 27 июля я приехал, 1 авгу, кстати, я уже работал. Поэтому все эти проблемы, как что дальше, они отпали сразу. За что большое спасибо тем, кто эту программу придумал. И я считаю, что нам очень повезло. А почему вы выбрали все-таки? Потому что предложили, вы поехали. Некоторые же, наверное, на Украину. Часть, да. Часть. Ну, вообще, город-то был миллион сто жителей. По-моему, сразу больше миллиона выехало. С области. С области. Не с города, с области. А область вообще 4 миллиона было. Потом, по данным, что часть людей вернулась и с той территории, с Украины, и из России. Потому что, ну, никто не верил, что это надолго. Никто не верил. И я тоже ехал с одной сумочкой. Думаю, ну, там, ну, неделю, две, ну, месяц. Ну, все успокоится и будем жить, как жили. Ну, вот эта история затянулась и продолжает как-то развиваться до сих пор. Поэтому... А у вас там друзья оставались? Да, и сейчас остались. И я... У меня мать осталась в Донецке и не хочет выезжать. А ей много лет уже, да? Вот 8 марта будет 90. Вот, и сейчас я не знаю, попаду я, не попаду туда, потому что граница сейчас перекрыта. Только на выезд из Донецка въезда нет. Вот, но, как бы, друзья остались. Через какое-то время там жизнь наладилась так. Ну, согласно той ситуации, которая есть, работают театры. Даже интересный факт такой. В театрах аншлаги. Вот сейчас? Да, до войны такого не было. Вот, допустим, оперный театр. Ну, на опер мало кто ходил так. 5-6 премьера, потом треть зала. Сейчас битком попасть невозможно. Люди вот в этой ситуации, казалось бы, когда кусок хлеба важнее, нет. Идут в театр, открывают новые площадки, работают. Ну, да, притока свежих сил, как бы, творческих нет. Но все равно желание вот что-то живое увидеть у людей есть. Потому что вот эта вот обстановка, она все же давит. Давит, и это вот такая живая отдушина. Люди идут с удовольствием смотрят. Смотрели, сейчас не знаю, как опять дальше будет. Ну, то есть очень нестабильно все. Вот эта нестабильность, она больше всего дергает всех. Ну, вот сейчас вновь беженцы, да, в разные регионы России принимают Россию. И в основном женщины и дети. Мужчин нет. Мужчины, так понимаю, остались там. Да. А вот как вы считаете, надо было это делать? Вот России забирать детей, женщин, стариков? Ну, вы знаете, если я приехал сюда и нахожусь здесь и, как бы, говорю спасибо, значит, я думаю, таких, как я, будет много. Вот поэтому, конечно, надо. Если люди чувствуют, что хоть какая-то, я, допустим, одна из причин отъезда была, у меня дочка училась во Львове, ее на сайт вывесили, как она сепаратист. Вот, и я ее срочно вывозил. Вот, хотя она говорила, да папа, да все нормально, да ничего нет, да не переживает, там, меня все любят, все это. Вот, ну, я говорю, хоть если 5% есть опасности, то я сделаю все, чтобы этой опасности не было. Поэтому люди так же думают, думают, рассуждают, что да, вот, а куда. Ну, вот, если Россия открывает двери и говорит, пожалуйста, обеспечим, поможем, подскажем, то чего ж не поехать. Они абсолютно правы. Ну, кто принимает это решение, я думаю, что они обдуманно это делают, потому что это не спонтанно, это не вчера началось. Значит, они уже понимают, как и что. Поэтому, я думаю, тут все правильно. Вы остались в Ульяновске, то есть, вас здесь все устраивает? Да, у меня вполне все устраивает. Более того, как бы и с работой ладится, и я уже и жильем здесь обзавелся, то есть, я уже корни пустил, да. А те, кто с вами приехал, их судьба какая? Ну, только один вернулся в Луганск, вот, а все остальные, ну, кто-то остался в Димитровграде, еще работает и успешно, как бы, на первых ролях. Вот, кто-то нашел другие театры, которые ближе им, в силу каких-то причин. Но все работают в своей области, никто не изменил профессии, и никто не собирается пока уезжать, насколько я знаю. Владимир Иванович, я читала вашу биографию, вы родились в России. Да. А как вы оказались в Донецке? Ну, это был Советский Союз, я давно живу. Это был Советский Союз, да. Я родился на Сахалине, у меня мама из Орловской области. А папа, вот тоже интересный момент, папа у меня принудительный переселенец из Польши, в силу событий, вот этой Болынской резни, и поляки выселяли всех украинцев. Вот, и вот так он оказался вначале в Ровенской области, потом на Сахалин поехал, там образовалась семья. То есть, поэтому я такой, как бы, ребенок интернациональный, можно сказать. Вот, но вот судьба повторяется, то есть, вынужденное переселение у меня, у отца, как бы, как-то наводит на грустные мысли. Ну, вот, а мама все-таки, да, она с вами, я так поняла, уехала, когда вы переехали в Донецк. Ну, они вернулись в Донецк всю жизнь, как бы, да, и мы все время жили вместе, потом я закончил училище ростовское, опять же, это Советский Союз, потом я в Минске работал два года, потом я в Москве учился, то есть, у меня, собственно, и в армии я в России служил. У меня, собственно, культура и все прочее, хотя жил территория Украины, но город Донецк, он абсолютно русскоязычный был, вот, и даже, хотя статус украинский, вот, но город, и даже приглашали со Львова трех актеров, чтобы нам подчищали язык. Ну, все же суржик такой был, он сейчас у меня до сих пор еще заметен. Вот, эти актеры приезжали, там, этот вот такой странный, идешь по коридору, раз, какая-то другая речь какая-то, вот, они ходили там, шлифовали, чтобы мы тоже слышали. Вот, и в итоге парень, который в быту, будучи дончанином, он просто учился во Львове, этот язык освоил, а он чуть отличается от полтавского на речи, от донецкого, там, ну, тоже не очень однородная Украина, вот, и он, как бы, вот, и в быту, и везде, он, вот, этот язык старался, вот, потом, когда я приезжаю, вот, когда есть возможность, встречаю, лежу на русском, говорю, Коля, что такое? Два снаряда в дом прилетело, я видел, откуда. Вот так вот начинается, как бы, отторжение то, что было раньше, как казалось, своим, родным, близким. Вот, то есть, злые шутки. Вы с друзьями перезваниваете? Да, переписываемся, перезваниваемся. Я стараюсь, вот, как бы, хотя бы раза два в год приезжать в Донецк, проведывать там маму, помогать, чем могу. Последний раз когда были? В конце, сейчас, в начале, в начале февраля. То есть, вот, да? Да, вот, вот, буквально я был, да. И какая там обстановка была? Ну, была нормальная. Ну, видно было, что граница жестче, таможенный этот осмотр, то есть, уже просто въехать в Донецк нельзя, надо показывать либо прописку донецкую, либо подтверждать родственные связи, к кому ты едешь. То есть, там, тети, дяди, на словах нет, то есть, чего раньше не было. То есть, мы понимали, что что-то, что-то идет. Вот, ну, и так, как бы, техники побольше видно было, стало. Вот, а так, вот, по самому Донецку, ну, я мало был, я был два дня, больше у меня не получалось. Вот. Вы хотели маму перевезти тогда, да? Я летом приезжал на машине, каждый год я предлагаю, я же, собственно, и квартиру-то брал, потому, чтобы, ну, на съемной жить. До этого у меня, мне театр, как бы, снимал квартиру, за что огромное спасибо, потому что, ну, тяжело было вначале самому все это выгребать. Вот, ну, она вот уже, как бы, говорит, нет, нет, я вот, я здесь, и ни в какую, поэтому приходится пока вот так вот. Как дальше будет, не знаю, посмотрим, дай бог ей здоровья. Ну, да. Сейчас вот там идет обстрел, вот, как вы считаете, вообще с друзьями, наверное, перезванивать там, насколько опасно вообще? Ну, понимаете, у меня друзья-то в основном, это вот в Донецке, в центре, туда снаряды редко долетают. А, ну, долетают все-таки. Ну, вот, когда, тогда, когда я был, да, долетали и в центре, и в общежитии, где я жил, туда снаряд попал. Это 2014 год, да? 2014 год, да. У меня и жена под бомбежку попадала, под вот эту городоперекрестную, когда, как бы, над тобой эти снаряды туда-сюда. Вот, и часть, она была, как бы, от одного обстрела поехала, думала, за город там будет проще, попала под это. Поэтому тогда это было, ну, как сказать, вначале страшно, потом люди привыкли, потом уже женщины понимали, из чего что стреляет. Вот, и в это время могли сидеть, отдыхать, кушать, смеяться, то есть не реагировали. Вот, единственное, что тогда поразило, знаете, вот, есть попрошайки, да, которые, ну, видно, что профессиональная попрошайка там, а когда идешь к магазину, стоят интеллигентные люди, и вот кто-то книжечку говорит, ну, купите там хоть, то есть нет денег. Вот это, как бы, как сказать так, режет сильно, что... Вот, а потом как-то все это, пошли работы, пошли зарплаты, и люди привыкли. Более того, рожать начали. Я вот последние 2-3 года иду, смотрю с колясками, первое же время, нет, ничего, как бы, ну, все в шоке. А потом ляжу, семьи организовываются, и так это, ну, хорошо, молодцы. То есть сейчас дети приехали, они, собственно, вот в это время, такое напряженные, росли. И видно даже по телевизору, насколько серьезные у них глаза, и становится страшно, на самом деле. Ну, да, они живут в другой реальности, и другая реальность, она заставляет, как бы, человека на какие-то вещи смотреть более трезвым взглядом. То есть, где игры, а где не игры, они уже хорошо отличают. То есть мы-то бегали в свое детство там, ура, ура, сейчас дети в войну не играют. Она есть на самом деле. Да, они это понимают, они это чувствуют, и эта романтика ушла. Вы своих друзей зовете сюда? Я вот сейчас вот, когда, ну, во-первых, когда начались события, это мне тоже так это, в 2014 году я имею в виду. Вот. Мне очень много было звонков из Беларуси, хотя там всего два года был. Вот, из Ростова, давай, если что, приезжай, там, вот, поэтому я тоже вот вчера звонил, там, это, если что, ребята, давайте, как бы, ко мне. И вчера вычитал, что вроде бы сегодня приезжает первый поезд из Донецка, Луганска. Ну, это сообщение о совещании у губернатора было. Тоже сегодня приезжали. Вот, и вот этот центр, который владеет информацией прямо буквально рядом, вот я сейчас после этого интервью пойду узнать, кто и что, и как. Где они, что, потому что, ну, я говорю, что в дальней ситуации любая поддержка вот этих людей там, ну, она, вот я по себе помню, что... Кто кружку приносил. Ну, вот, понимаете, вот, вроде приехал, да, вроде работаешь, а то лампы настольные нет, и денег нет, то там чего-то. Вот, звонишь, тебе говорят, ой, да, сейчас привезем, сейчас это, ну, вот это, оно помнится, вот, сколько идет. Я уже эти лица забыл, кто привозил, а то, что привозили, то, что это было, вот, это очень, как бы, поэтому обязательно. И с друзьями, и с друзьями, и с друзьями, оставлю телефоны, ну, в общем, все же люди мы. Спасибо, Владимир Иванович.